С вами снова грамматики Запорижья онлайн. Сейчас мы будем обсуждать предвыборную гонку, которая стартовала вот буквально несколько недель назад. У нас в гостях глава комитета выборцев Украины в Запорижской области Роман Пятигорец и эксперт выборщему праве Дмитро Маэстро. Добрый вечер. Добрый вечер. Несколько месяцев назад Верховная Рада Украины приняла новый закон о местных выборах. Насколько к нему были готовы кандидаты и политические элиты? Рома, вопрос, наверное, больше к вам. По поводу кандидатов и политических элит, вы сами понимаете, что закон был, честно говоря, выстрадан. Было очень много его редакций, но жаль, что все происходит в таком турбо-режиме. И не было так называемого общественного обсуждения этого закона. Когда мы начали проводить круглые столы в каждом регионе, приглашая всех субъектов избирательного процесса. Вот круглый стол затягивался от 4 до 8 часов. Каждая сторона пытается в законе вставить какую-то свою ремарку, и чтобы это же все учли. То есть вы понимаете, какая была сумасшедшая нагрузка и на авторов законопроекта. И, конечно же, надо было все согласовывать и с Венецианской комиссией. Поэтому все-таки пытались находить какое-то среднее арифметическое. Понятно, много мы слышали всяческих, я не знаю, таких критических высказываний от субъектов избирательного процесса. Что где-то кого-то там зажали в правах, и общественники выступали. И что у нас такая ситуация, что не получается, допустим, простому, допустим, Анатолию, журналисту, пойти о себе заявить на своей улице, что я хочу баллотироваться, надо обязательно быть привязанным к определенной политической силе, и опять же, так и к рейтинговой политической силе. И опять же, вот все разговоры о том, что Майдан родит каких-то лидеров, общественников, да, все равно все сводится к тому, вы видите, сейчас какая-то компания стартанула, вы видите такую вот массовую, сейчас политическую рекламу, которая идет, и можете уже примерно оценивать, сколько штабы кандидатов выделяют денег на всю эту агитацию. А что он изменит с юридической точки зрения? Что нужно знать избирателю в Запорожье? Я все-таки считаю, что новый закон кардинально изменил избирательные права граждан, а также сам особенность в этой компании. В чем основные особенности? Как говорится, плюсы и минусы. Если говорить о плюсах, то, считаю, однозначно, в свидетельстве закона является двух туровый выбор мэр и городов крупных с населением более 90 тысяч. Это, я считаю, самая большая, наверное, заслуга этого закона. Но это вернулись, я так понимаю, к старой системе, ну, я имею в виду в этом. Но минусы в чем? Вот сейчас я как бы общаюсь с людьми, в чем минусы? Компания началась 5 сентября, это знают все. Но до сих пор ни один человек, желающий баллотироваться, кандидат, то есть потенциально, даже ни одна партия не знает, где будут эти избирательные округа. То есть человек решил баллотироваться. Уже Центральная избирательная комиссия указала, например, что в городе Запорожье будет 64 избирательных округа в мэры, в депутаты городского совета. Но территориально неподдельно, где эти улицы, где эти округа. То есть это только все будет делаться, делиться эти округа в городские, областные советы с 15 по 20 число. То есть ожидать заявки только после 15-16 числа. То есть кандидат потенциальный будет знать о том, что он, округ его, какие-то границы, это с 15 по 20 число. Дальше, с 21 числа начинается выдвижение кандидатов. По 30-е регистрации. Потом открытие избирательных фондов. И в итоге кандидатам чисто на кампанию, агитацию саму, остается где-то в среднем 3 недели. Это чисто агитационная кампания в рамках закона. Когда он может что-то там, выступать на телевидении, какие-то законные бигборды размещать, газеты раздавать. Это одно как бы. В чем проблема для избирателей и тех же самых кандидатов? Раньше все привыкли к тому, что придя в избирательный участок, получали мы бюллетень. В бюллетене было написано, например, там, Иван Иванович, там, член партии такой-то, год рождения такой-то, работает там где-то инженером в таком-то заводе. То есть человек образование там высшее или среднее. Придя, даже не зная кандидата, мы хотя бы первично понимаем, то есть молодой он, старый, там где работает, какое у него образование, член партии не член. То сейчас, придя на избирательный участок, все избиратели получат бюллетень, он будет вынесен следующим образом. Будет указано в бюллетне большими буквами название политической партии, это большими буквами. Потом маленькими буквами в скобке лидер партии, то есть обязательный кандидат, как говорится, тот, который идет впереди списка, не по округу. И потом снова большими буквами кандидат, который идет по этому округу. И больше ничего, то есть не будет про этого кандидата, который укроет, никакой информации, где он работает, его год рождения, этого ничего не будет. То есть законодатель полностью подвязал закон именно под политической партией. То есть прежде всего идет партия, ее рейтинг, а потом уже кандидат. То есть даже те, кто узнаваемые лидеры общественного мнения, они могут просто в этом партийном списке потеряться, потому что могут недочитать людей. И будет проблема в чем еще? Да, вот он читает, что партия такая-то. Потом идет какой-то человек неизвестный вообще, кто этот лидер списка, то есть его не знает. Потом уже кандидат на этом округе. А с чем это связано? Это связано с тем, что политические партии боятся каким-либо образом допустить, например, в Горсовет своих конкурентов, потому что, грубо говоря, мы понимаем, что местные партии, не очень популярные, им будет тяжело пробраться в Горсовет. И вполне возможно, что только, грубо говоря, состав Верховной Рады также он может и перейти, например, в Горсовет как калькой. Ну, я как юрист выборами занимаюсь давно, прекрасно понимаю, что этот закон полностью прописанный под большие крупные партии, рейтинговые. Потому что 5% рейтинга, но я сомневаюсь, что мелкие партии преодолеют. Совершенно верно. Вот это вот самое правильное реман. То есть в чем проблема? То есть парламентские партии, понятно, что у них есть, уже отработанные структуры на местах, есть активы. Маленькая партия, для них большая проблема. То есть им нужно с нуля. Даже наличие серьезных кандидатов в этих маленьких партиях не дает никакой гарантии, что партия пройдет. Потому что будут голосовать за бренды. И по сути, любая партия, понимая, вот, например, говорят, что по социологии, например, какой-то партии 7-10%. То есть в этой ситуации, какие бы там ни были кандидаты, я думаю, что эта партия процентов свои 5-7 и возьмет. А там уже, как в этом списке кандидатов, как повезет. А про выборы мэра, правда ли, что, ну, по крайней мере, Гройсман об этом говорил, что мэр города не может избираться от политической партии, ой, самовыдвиженцем не может, только от политической партии. Почему? Я лично в законе не нашел этого ограничения. Нет. Такого ограничения нет. То есть мэры городов, председатели сельских, поселковых советов могут быть самовыдвиженцами. Это только мэры. Другие кандидаты, грубо говоря, обычный человек, который захочет пойти на выборы мэра, он сможет пойти? Любой человек, который хочет идти в мэры, собирает пакет документов, платит денежный залог, и, пожалуйста, идите в мэры. А какой залог? Там залог зависит от количества избирателей. На 100 тысяч там разбивается. Но, если не ошибаюсь, в Запорожье залог за мэра более 28 тысяч с копеей. 28 тысяч с какими-то вещами. А какие сейчас, в принципе, политические и бизнес-кланы борются за власть в Запорожье? Мы видим, что, к примеру, сегодня Вячеслав Богуслаев высказался против Александра Сина, хотя многие его связывали с Мотор Сич. То есть какие сейчас, грубо говоря, расклады на этой шахматной доске? Ну, все расклады на шахматной доске, мне кажется, очень активно сейчас представлены на бигбордах в городе. И правильно было сказано по поводу этого старта, что просто у простого кандидата, у простого мажоритарщика мажора остается три недели. Себе как-то раскрутить и показать. Те, кто, как всегда, пытается закон обойти, со стороны понимая это, чтобы дать узнаваемость кандидату, начали свою работу еще там за июль, за август месяц, под какими-то социальными проектами, и чтобы как-то вуалировать эту норму, да, что официальный старт компании начинается, допустим, с такого-то числа, да. И если сейчас посмотреть, то мне кажется, что основная, как бы, будет борьба между оппозиционным блоком, который сейчас начинает набирать очень хороший рейтинг, вот, и постепенно-постепенно он в проценте немного там прибавляет, но есть динамика у него в рост, да. Но это опять-таки мы говорим по информации на сегодняшний день, до официального старта. Мы не знаем, что будут принимать их политические конкуренты, как поведет себя правительство, даже та ситуация, которая сейчас на Востоке, где восстарилась тишина, и не слышно ни одного автоматного даже выстрела, да. Вот, то есть как это все будут события развиваться дальше. А в принципе, вот тот файт, который мы себе представляли, мы это все видим, вот, понятно, что очень организованная структура, идет оппозиционный блок, чувствуется, вот, это ихняя иерархия, чувствуется, как они поступательно... Но это по кальке тоже партии регионов. Да, партии регионов, да, это такая вот, так называемая... Монолитная. Монолитная донецкая походка, вот, она в этом электоральном поясе, конечно же, вызывает симпатии, потому что я сегодня вот был на круглом столе, такой был советский баттл, там, рассказы между тому, кто лучше, мы или они, вот, сила людей, там, и, допустим, самопомощь, и вот они начинают рассказывать про какие-то свои проекты на ухау, но, опять же таки, это все надо избирать, донести, разжевать, времени на это нет. А если, как бы, доносить информационный ресурс, по сути дела, рассказать, какие мы классные, он должен быть колоссальный. И, опять же, эти политические силы, они топчутся на своем электоральном поле. Почему, хорош, второй имена тур, потому что позволяет проукраинским демократическим силам здесь консолидировать свои усилия во втором туре. И, как мы, в принципе, видели, и как пресса, кстати, подхватила, да, вот, на парламентских выборах, когда вот открываешь все газеты, там, победа оппозиционного блока, а потом начинаешь считать свобода, правый сектор, народный фронт, парашют. И так считаешь, подожди, а где смывают электронное поле? Да, подожди, да. Ну, так просто, они идут спектром, как они и представлены в коалиции, да. Но, в принципе, это как бы вот такая провластная коалиция, они вот таким спектром наступают. Но, когда начинаешь суммировать, видишь там отрыв на 21%, так, хотя победа получается, да. Вот, но все равно, если брать вот так вот рейтинного, да, парламент, не проведя ни одного депутата, они все равно выиграют, да, в процентном соотношении по Запорожской области. Если опять же дальше там смотреть, я вообще не могу понять по поводу кандидата в мэры, что это было по поводу Пожидаева, там, да, вот эти комиксы, там, и вообще, как бы, у нормального человека должен возникать когнитивный диссонанс. Когда гаишник говорит, я закон и порядок, вот, это как минимум, да, удивление, шок, а потом исторический смех. Может, на это и расчет, но, судя по всему, наверное, те, которые дальше мониторили эту компанию и сейчас проводили социологию, так как билборды пропали, наверное, проект будет заморожен. А, кстати, можно ли верить социологическим опросам, которые вот постоянно на различных сайтах появляются? Ну, в любом случае. Ну, это же способ манипуляции, я в частном мнении. Смотрите, социология, на самом деле, это наука. Она изучается в университетах, там, есть профессора, академики, и очень много трудов на эту тему написано, да, но, опять же таки, социология, это когда информация, которая тебе поступает, она находится внутри штаба, внутри штаба, и дает тебе какую-то картину, как тебе дальше продвигаться, где ты потерял после какой-то акции, после какого-то ивента, там, да, вот, но когда ты ее выбрасываешь в эфир, это все равно, как сейчас разведка, во время войны. Развед данные, которые хранятся в штабе, это твоя стратегия. Если ты выбрасываешь развед данные в эфир, это уже дезинформация, то есть ты пытаешься врагу подкинуть что-то, да, чтобы его, вот, не сориентировать в данной ситуации. Вот такая же самая штука с социсследованиями. Когда тут исследования, и тем более, вот, по прессе идет такой веер и проплаченный, социсследований, это явно, это видно все, на социсследовании, это написано в рамках рекламы, да, вот, не всегда, ну, не всегда, да, хорошо, не всегда. Скорее всего, что это искажение реальности, потому что, когда там, допустим, за неделю до выбора выдали-то читать из заголовок, там, кандидат Тютькин, вот, опережает своего конкурента на 30%, да, человек может подумать, блин, ну, а зачем это за него голосовать, выкинуть просто голос, когда все равно он проигрывает. А вообще ужесточились какие-то, ужесточился закон по поводу предвыборной агитации, мы видим, что парламентские выборы, тому, лакмусова бумажка была последняя, в Чернигове было очень много нарушений, как-то это восприняли в Верховной Раде или нет? Был какой-то звоночек, чтобы исправить? Дело в том, что у нас закон, как говорится, касаемо нарушений на выборах, он всегда был и есть, то есть, если это административная ответственность, уголовная ответственность, то есть, это все есть, оно было и есть, как бы, да, то есть, постоянно там, он ответственно ужесточает сроки наказания, за это все, ну, как все видели по Чернигову, как бы, то есть, наличие закона и действительно ее применение, это разные вещи у нас. Я просто даже помню президентские выборы, когда в День Тишины были билборды с вилами, ну, стилистически оформлены под кандидатов. Да, как бы, ситуация, вот сейчас висят билборды, тоже люди спрашивают, а как вот, как бы, еще кандидатов нет, а билборды висят. Но дело в том, что есть же закон про местные выборы у нас, где написано, что субъект призывания компании является кандидат. Кандидатом встает гражданин после его официальной регистрации, то есть, получил он удостоверение кандидата, он кандидат. А дальше закон следующий говорит, что при выборе агитации начинается с момента регистрации кандидата. То есть, до этого момента это обычный гражданин, то есть, вот вы видели, в городе часто висят, там, поздравляю любимое с днем рождения тебя, это обычный человек, кого-то поздравляет. То есть, так само, любой гражданин, не будет, если субъектом называть компанию, вот, то есть, любой плакат, там, себя любимого, ну, нравится на себя смотреть. Там нет, как толком агитации, то есть, не голосуй за меня, тем более, с июля, с июля, вот, так массово сортанул оппозиционный блок. То есть, как бы люди, которые, я думаю, очень хорошо подкреплены грамотными юристами. Это оппозиционный блок, есть власть, есть административный ресурс, у власти есть и прокурор, и главный милиционер. Если бы что-то шло не в рамках закона, естественно, их бы поймали бы за это, то есть, были бы какие-то расследования в этих рамках, и были бы судебные заседания, или снять, или привлечь. То есть, прекрасно обходится закон. Потому что в законе такой норм, например, что запрещается там партиям вывешивать бигборды до официальной регистрации, кандидатов своих нет. То есть, пожалуйста, вешайте. Понятно, этим все пользуются по двум причинам. Первая причина, мало времени на официальную агитацию, после того, это недели три. А вторая причина, как бы, почему бы не начать быстрее всех, чтобы успеть раскрутиться, дабы хватило времени. Если закон не запрещает, то почему бы и нет. Прямого запрета на это нет. Поэтому пользуются все этим, как могут. И наказания нет. И наказания нет, потому что вот Чернигов, кроме как бы, да, и опять же, в чем был цинизм и ужас этой ситуации в Чернигове, вот этот эпиграф, да, перед местными выборами, то, что там же не было вот этого кровавого, там, страшного оппозиционного блока. Нет. Вот эту вот всю мерзость устроили между собой, да, как бы, проукраинские демократические силы, которые там принимали участие. И почему правоохранительные органы туда не вмешивались, почему вот, ну, даже ладно, там, это гречка, этот подкуп избирателей, там, и так далее, все, что было с этим связано, да, народ, так там же, что мы возродили из пепла эти тушек, то, что считалось вообще чем-то ушедшим в далекое прошлое, вместе с эпохой тираном Януковичем. То есть, когда показывали какие-то кадры на Ютьюбе, свозили этих молодых бритоголовых спортсменов и там, место высадки, и даже не могли упаковывать, потому что, с одной и с другой стороны, группировки боевиков достигали там до 2000 человек. Что это такое? Не, ну, янтарные войны еще можно вспомнить, они все равно были. И вот тут вопрос, вопрос, опять же, почему у нас постоянно история движется по спирали, да, потому что нет преступления и наказания, да, потому что прошлые парламентские выборы были, опять же, были какие-то и заявления, и где-то нарушался закон, вот если бы, допустим, глава комиссии какой-то там, участковой, допустим, получил бы там, да, условно, пять лет за фальсификацию, за то, что там вывел наблюдателей, а глава территориальной комиссии за то, что там эти мешки местами поменял, получил бы восемь лет, это был публичный бы процесс, люди получили бы сроки, поехали, я думаю, по крайней мере, вот этот момент, он бы сам по себе отпал. Что мы сейчас видим на сегодняшний день? Опять идет торговля квотами представителей участковых избирательных комиссий территориальных, мы видим скандалы вокруг этого всего. Зачем это происходит торговля? Это потому что оставляются дельту для себя. Как говорится, разорвать конверт по времени экзитпула и применить план Б. Вот, смотрите, по комиссиям, да, уже на сегодняшний день на Запорожье, если брать, да, как бы область, уже есть областная комиссия сформированная, городская комиссия, районная комиссия, вот буквально до 12 числа сформируют сельские и поселковые комиссии, территориально-избирательные. Вот меня, что как юриста, тоже, как бы сказать, мягко удивляет. Парламентская политическая партия, одна из них, известная, которую возглавляет наше руководство Кабинета министров, говорит, официально во всю страну. Мы на выборы местные не идем. При этом, эта партия во все комиссии подала своих представителей. Возникает вопрос, логически, если партия идет на выборы, то каким образом туда, зачем вы своих людей даете? Да, по закону положено, все парламентские партии имеют от своей фракции подать двух человек в обязательном порядке и включают. Но, если партия идет на выборы, то какие члены комиссии и на кого члены комиссии будут работать, возникает, логический вопрос. Кого? Чьи интересы эти люди будут представлять, если партия к ней не идет? Кстати, по поводу интересов, у нас, большинство в Украине медиаресурсов, они принадлежат кому-то. Буквально, различным политическим партиям, бизнесменам, у которых есть какие-то политические интересы. Вот буквально вчера или позавчера Петр Порошенко написал закон об открытии конечных собственников средств массовой информации. Как вы считаете, повлияет это на какой-то итог, возможно, выборов? Будет ли этот закон исполняться и, в принципе, прокомментировать его, если вы? Ну, смотрите, если брать по закону. У нас, например, тоже был закон открыли всех собственников всех предприятий. То есть до последнего. Да, все предприятия сдали определенные формы отчеты, что есть там конечные собственники во всех офшорах. Ну и что об этом? То же самое думают, да, откроют собственников, да, где-то напишут. Каким образом это влияет? Ну, знают, например, что там такой-то олигарх, там собственник какой-то медиа. Так и так все знают, что он собственник. Что от этого изменится? Что в него? Заберут эти ресурсы? Не заберут. Просто как бы так все знают. То, что знают, как бы догадывается, станет публично. Я думаю, какое-то время это активно будет освещаться, а потом как бы станет неинтересно, так же, как и та ситуация с предприятиями. Вот очень сильно сейчас тема поднимает, там, кто где учредители этих предприятий. Да не очень. Вот как бы. То есть глобально, думаю, не повлияет. Ну и то, что касается средств массовой информации. Это может, я так, Анатолий, смотрел, что поднималась тема и на Фейсбуке, что где-то же газеты, прогрессивные газеты и сайты, которые, допустим, очень активны были во времена Майдана. Даже можем брать вот в Запорожске, в Запорожской ячейке, то есть это очень, ну практически все средства массовой информации не заангажированы под каких-то политических кандидатов. Да, но тоже, да, но в то же время есть вопрос собственника, да, если есть у нас, допустим, там, конкретный телеканал и собственника лоббирует конкретную политическую силу, здесь просто возникает такой вопрос, что даже в рамках того закона о размещении рекламы приходит, к примеру, их конкурент, говорит, я хочу за деньги разместить, а ему отказывают. То есть есть отказ. Вот это вот, конечно, в этом плане это норма, да, понятно, что такого нет ни в одной из европейских стран, да, что ты пришел и в рамках закона хочешь разместиться от тебя, просто потому что твое имя там табуировано. И имена, допустим, еще каких-нибудь либо людей, вот, а все направлено там на одного избирателя. Есть же, опять же, в случае с средствами массовой информации, куда, кто там принимают там всех подряд, да, и ты потом во время выборов активно начинаешь листать, все голубым по Европам, бюджеты штабов формированы, открыл одну газету и понимаешь, что это сплошная политическая реклама, то есть колонка новостей она вот так, а дальше пошли эти лица, лица и все про то, какие мы хорошие. Вот, с точки зрения, опять же, технологии, я не знаю, на кого-то рассчитано, то есть эффект с этого практически минимальный, но взрослый. разноваемость-то больше, вот, например, вспомним тот же оппозиционный блок, у нас буряка, ну, кроме работников запорожстали, я скажу, что немногие, в принципе, знали буряка, сейчас это просто на узнаваемость, мне кажется, работает больше. у них отличная была наружная реклама, да, одна из самых таких мощных агрессивных, агрессивных, да, у людей плюс надо не забывать, есть свой собственный канал, через которого они постоянно... и газеты, ну, то есть тут, да, и газеты, да, то есть, понятно, вот в этих всех условиях очень сложно конкурировать, как правильно сказал коллега, маленьким каким-то партиям, там, или кандидатам, когда, по сути дела, идет такая битва титанов, да, и то же самое, что такое ныне действующая власть, они могут опираться на те каналы коммунальные, которые будут лежать, там, да, и за ТРК запорожье, там, да, вот, и там на Алексе давать свою рекламу, потому что, вот, Богослава идет четкой политикой с президентом, да, вот, и за ТРК, запорожье, там, МТМ, и все что угодно, и вот кто между ними, вот между вот этими машинами, да, политическими, может влезть и как-то себя позиционировать, вот в этом все, вот, я думаю, вопрос был риторический, поэтому все равно мы возвращаемся к той исходной точке, что любые выборы, любая политика, это деньги, только вся разница в том, кто-то покупает уже готовую игру на столе, уже готовый проект, и начинает вкладывать туда, даже вспомнить этот знаменитый случай, громадский актив Киева, который до выборов, до выборов, опережал Черновецкого, у них поддержка в Киеве была 72%, как только стали вылазить из-за них там различные уши, тех или иных олигархов, да, моментально они скатились и провели в Киевский городской совет 3 человека. Мы помним историю с Олегом Ляшком, если я не ошибаюсь, когда вот у него был очень большой рейтинг, потом включился другой олигарх, борьбу, 1 плюс 1, и он очень сильно потерял рейтинг. Кстати, связывают, вот касательно пиара, да, тоже, связывают недавние события под Верховной Радой, немножко в Киев перенесемся, связывают события трагические под Верховной Радой, связывают с тем, что просто политические партии хотели такой пиар на митинге, но это все переросло в такую трагедию. Как вы считаете, вот такие тоже методы действенные, митинги проводить? Ну, вы же сами видите, чем этот митинг закончился. Я не знаю, кому этот митинг пошел в пиар, но, по-моему, это была нормальная акция прямого действия, в принципе. Опять же таки, как потом дальше ее разложили по полкам, не исключена там мощная рука Кремля. И наоборот, как бы даже те люди, которые выступали за ту или иную политическую силу, которая там принимала участие, после этого всего предали этих людей анафеме, потому что действительно был очень нашумевший случай. Я не знаю, как вот к этому готовились, допустим, российские СМИ, но то, что даже когда показывали там какую-то детскую сказку для детей, а вот сбоку такой квадрат, где онлайн постоянно решила ретрансляция этого взрыва. Понятно, Путлер ТВ моментально этим случаем воспользовались, и опять же, где здесь получается пиар. Вот. И мы уже видели наподобие, вот опять же, политической силе, если говорить о свободе, да, вот, и когда они пришли к начальнику, ты один, да, и вот вы помните, когда взрослые дядьки начали там утирать за галстук, там, душить, материться на него, там и так далее, и тому подобное. Это в самый был разгар компаний на Востоке, да, и тот же самый Ляшко, он себя стал позиционировать, носить форму цвета хаки, ходить с автоматом, бегать, вот что надо было тогда людям, понять, кто защитник, кто за нас, а тут как бы люди сами по себе радикалы, вот, они там не вытащили какого-то там, я не знаю, бородатого казака ростовского, да, вот, а вытащили пенделиента в галстуке, который, ну что, он там сидит в этом кресле, его затравили, или он ушел, вот что это было, за акцией, а потом люди возмутились, как мы не попали в парламент, сейчас как бы, вот вариант камбэга, все хорошо, но опять же, это граната, я не осуждаю этого парня, да, который там допустим кинул, он отошник, ну понятно, у нас отошники, люди, которые в такие перегрузки там несли, в некоторых местах, когда люди находятся, вообще даже подготовленная психика, не выдерживают, вот такие мощные артобстрелы, которые по нам проводила Российская Федерация, сатана тот, кто этому отошнику в ухо говорит, зрада, кинь гранату, то толкать, то направляет, и вот, вот в чем реклама закончилась, реклама закончится тем, что давайте пройдем социологию, у тех политических сил, кто был там замешан, вот, я думаю, рейтинг упал вообще, еще ниже, чем был, такие вот прогнозы, да, потому что, эта акция, эта акция не принесла, они не добились того, что хотели, кроме трех трупов, убитых солдат, и не беркутов, как они говорили, а именно молодых мальчиков, 19-20-21 год, которые пострадали, которые еще нацгвардейцы, которые сами приехали из зоны АТО, вот, вот здесь просто-напросто такая ситуация, ну, опять же, то есть, очень тяжело сейчас воевать, на каком-то поле, потому что кричать, зрада, это уже моветон, кричать, что там власть, такие-сякие, все об этом будут кричать, наоборот, перефразируемся здесь, да, по Запорожью, там, на позиционный блок говорить, Ахметов кровавый, там, гады, там, отдали Донбасс, там, и так далее, и тому подобное, если кроме позиционного блока, все политические силы, все будут кричать, кто кого перекричить, кто вы на этом плане ярче, да, вот, но опять же, все равно, все сводится к банальному восприятию, то есть, люди, я думаю, никто не будет по дворам, какие-то встречи, что-то выслушивать, очень молниеносная компания, то есть, будет применено пару каких-то таких красивых ярких ходов, эпизодов, да, вот, и все опять ложится на дорогую листовочную экспансию, в крайнем случае, отбери-бери, может быть вариант, повторяю, повторяю, зверечкой, потому что мы сами видим, как приносят на какие электральные дивиденды, и опять же, математически просчитано, просто математически, простым бухгалтером, аккаунтом, да, просчитать, вот кандидат-мажор, вот его компания, агитация, да, вот узнаваемость от двери-двери, член его комиссии, пошло-пошло-пошло, все, вот это в целом пересчитываешь, и просто сеть, которая разнесла по квартирам гречку, вот разница в этих двух бюджетах, грубо говоря, 60 на 40, да, отличие, вот тут с гречкой, ты 40% бюджета экономишь. Ну, тоже проблема будет, в чем кандидат, надо же понимать, что очень сложно просчитать кандидатом результат, например, идет человек в городской совет, то нужно понимать, да, что партия должна набрать 5%, дальше, набрала партия 5%, считает, что, например, такая-то партия, а взяла в городской совет 10 мандатов, соответственно, вот это 64 человек, которые первая десятка, больше всего набрали, стают депутатами, то есть некоторых партия, какая может случиться ситуация, например, партия брала 5%, то есть кандидат от этой партии, который набрал 7%, он может стать депутатом, будучи у себя на Украине, там, пятым или шестым, то есть если партия в среднем 5% набрала, а у него 7%, то есть он может пройти по своей партии. В других партиях рейтинговых, где огромные авторитетные люди, может ли это ситуация, что там как бы, и будучи первым на Украине, может человек не пройти, вот в чем как бы ситуация, потому что могут победителями стать и те, кто вторые, и третье место, да и четвертое, и могут первыми не стать, в зависимости опять же, сколько партии, какой рейтинг, насколько там будут авторитетные люди, то есть как бы, будет серьезная внутренняя конкуренция. Ну, видим, да, что... То есть реально, вот именно внутреннее, да. Да, я имел в виду про массовый засел, потому что действительно, угадать конкретный округ при этом законе просто нереально. Ты можешь даже абсолютно победить, по цифре победить, но не против городской совет. Вот в чем и есть математика, не подсчитывая. Да, нужно понимать принцип подсчета. То есть считают кандидат, сколько он набрал процентов на округе. Округа, понятно, что будет где-то отличаться, а не может быть человек в человек одинаковые. Где-то больше будет, где-то меньше. Это одна проблема. Вторая проблема, заказатель написал, что проценты считаются. Но никто не... В законе написано, например, что делать, если проект набрал 20% кто-то, кто-то набрал 22, там, десятых, сотых. То есть десятые будут считаться или сотые? А никто об этом не говорит. А это будет существенно. Говорят о чем? Что если кандидат набрали одинаковое количество голосов, 20%, то тогда считаются голоса конкретно, сколько за кого дал голоса. Но опять же, как бы, зависит от округа, от ситуации. То есть о чем это говоришь? Например, в округе в каком-то пришло, образно говоря, 200 человек, за кандидата проголосовало 100 человек, вот он стал, как бы, депутатом. В другом округе пришло тысяча человек, проголосовало за кандидата 300-400, и он не прошел. То есть, как бы, есть свои моменты. Поэтому все кандидаты войской партии, вот почему сейчас, как бы, все, хотят, не могут пойти до конца, как же вести кампанию, чтобы, ну, хотя бы какой-то результат получить в плане просчитать. А просчитать сложно. Вот эти моменты. Понимая, да, что я округ выиграл, а где гарантия, например, что там где-то мой конкурент округ не наберет на полпроцента больше. Поэтому партии, как бы, будут пытаться идти такими путями. Будет какая-то группа, говорит, таких ВИП-агитаторов, то есть, именно ВИП-кандидатов, тяжеловесов. И будут остальные идти, как бы, такие, которые особо конкуренции создавать не будут, для того, чтобы именно прошли, я думаю, те, которые должны пройти. Кстати, Роман, вот по вашей информации, у нас много технических кандидатов готовится на выборы? Ну, дело в том, что не без этого. Вот, ни одна компания не проходит без технических кандидатов. Вот, как правильно сказал коллега, залог эти 28 тысяч, когда на кону такие ставки, это вообще ни о чем, да? Вот, последние выборы даже показывали, то есть, вот парламентские выборы, что там весь Майдан собрали, вот, и послали именно баллотироваться там, где баллотировался Артюшенко. Ни в другом, ни в каком округе. Именно там надо было доказать. Там не все майдановцы были там, да. Я образно говорю, ну, практически, да, мы насчитали 9 технических кандидатов, которые были проплачены, которые шли по округу. Конечно, такая вот оттяжка голосов, она приносит какой-то результат, вот, но опять же, надо в этот проект вкладывать дополнительные средства. Вот. И я, например, для себя вижу, что действительно не просто даже, вот, будут какие-то кандидаты конкретно технические, а даже будут какие-то отдельно политические проекты, вот, которые будут... Но за делом на будущее, наверное. Ну, даже не все, что за делом на будущее. Задача просто спрашивается, да, оттащить на себя электора. То есть, повторять риторику кандидата, повторять его критику, то есть, как бы, ну, дурить избирателя, чтобы он начинал теряться, и, вот, представляете, думать, ну, это единое целое, есть просто кандидаты торпеды, которые, вот, его сделали кандидатом, он идет, и он критикует абсолютно только, вот, отдельно, вот, взятого оппонента, или его политическую силу. Больше ни на кого не распространяется. У него красивая риторика, у него красивая подача, и таких форвардов бывает, нанимают даже это всеукраинского уровня, какие-то люди, да, которым проплачивают эти деньги по сценарию. И он идет, его задача не победить, его задача оттянуть или, вот, через себя выкидывать какой-то негативный кандидат, а приходить на эфиры, устраивать, там, эпатировать, и так далее, и тому подобное. То есть, я сейчас не готов сказать, что какая политическая сила будет это применять, вот, но технологически у каждого технолога, ну, это как дважды двадцать четыре, да, везде в папке лежит тот вариант выпускать технических кандидатов, и опять же, вот, даже посмотрите, опять, давайте к Чернигову вернемся, да, сколько было однофамильцев зарегистрировано у кандидатов, которые шли, да? Да, я помню. Да, вот даже у Кормана, у него там, по-моему, было, да, там тоже куча, там с одной ошибкой, да, с помаркой, вот вроде бы так смотришь, но на кого это рассчитано, но все равно они поднимают неизвестного человека. Полтора, два, три процента берут. Полтора, два, три процента, да так откуда он мог набрать, он слесарь, слесарь из Жека, у него там фамилия какой-то Корбян там, Василь Протевсих, помните, такой был КТД. Так это понятно, что Василь Протевсих тоже, кстати, технический проект, Протевсих. Его задача была там вселять абсентизм в обществе, понижать явку, потому что у тех был явный перевес. То есть, задача спрашивалась второй политической силы вывести к избирательным урнам людей, которым думать не больно, которые будут что-то реализировать, он наоборот показывал всем, что люди голосуйте, не голосуйте, все равно вы никаких перемен не увидите. Поэтому, не исключено. Я отлично всех кандидатов делю на три категории. Первая категория у меня это те, которые кандидаты действительно идут побеждать. Это ресурсные кандидаты с серьезными штабами, поддержкой. Это те, которые идут именно побеждать и вставать депутатами. Вторая категория это те, как я говорю, идут заявить о себе, покричать, поругать кого-то. То есть, ну, как бы, попиарить себя. Это вторая. И третья категория, которые идут помогать побеждать первым. То есть, как говорят, они идут они идут помогать первым побеждать вот как бы три категории считаю этих кандидатов которые будут идти спасибо вам роман и дмитрий я напоминаю что у нас в гостях был роман пятигорец это глава кого запарийской области и дмитрий майстро эксперт в избирательном праве